Дмитрий Канарский 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 А уже в квитне 2014-го був призначений очельником Новоодеської адміністрации. Бажаючи, может почитать местную прессу, чтобы поринуть у факты и комментарии о оценке деятельности нового керевника. До речи, нещодавнее перекритие трассы в районе обуренными жителями, что требовали вернуться своих диланок, голова прокомментировал так. У нас есть такие в районе депутаты, скажем так, ну не так, а депутаты, которые, вместо того, чтобы взять эту сторону селян, дать им консультацию, привезти им, дать им допомогу, привезти, зустрелиться зі мною, або хотя бы меня поинформовать, что есть такое питание. Они сегодня взяли, организовали транспорт, подбурили людей и привезли людей абсолютно, ну как бы, подбурили их до того, что вот вы перекрываете дорогу, нам сегодня нужно шоу в Новоодесском районе. Рік тому в эфире программы «Контраргумент» уже відбувалася розмова про те, как керевник Новоодесского району був люстрований, один раз побував в зоні АТО и отримав статус учасника АТО. Наводиму фрагмент програми. — Хоть один человек сядет? — Ну хотелось бы. Честно говорю, хотелось бы, чтобы следующему не хотелось ставать участником АТО с одной поездки. — То есть вот, что-то мне сильно подсказывает, что при чем-то, что вы не вылезаете из АТО, у вас нету такой справки? — У меня нету. Что я хочу сказать, что у волонтера нету той справки, он ездит по два-три раза в неделю в зону АТО, он ночует там, он ездит под взрывами, обстреливают их машины. И это на протяжении самого начала военных действий. До сих пор у них нету участников АТО. Но какой-то чиновник имеет участников АТО. Ну давайте по Новоодесу, завтра занимаются лично ездить. Висновки, як то кажуть, робіть самі. Что изменилось за этот год? Кандидатури с семи голів адміністрации обговорюються, узгоджуються у Кабміні. Наскільки швидко и качественно відбудется цей процес, сказати складно, виходячи з того, скільки сил урядовцев было кинуто на подолання політичної кризи в країні. Спасибо. Юрий Патенко, который молчит с начала передачи, приехал именно для того, чтобы прокомментировать этот сюжет. А потом, пожалуйста, Юрий Беряков. Я хотел бы, естественно, я очень уважаю Юрия Берякова, знаю его заслуги перед Родиной. Все, и с самого начала, ну, я участник тоже Майдана, серьезный, чуть не выгорнули тогда в свое время. Это знают и Александр Александрович, хорошо знают и Вадим Мериков, знают все участники, кто был именно с самого начала на Майдане, с 13-го года, начинали. Ну, с приходом вашим, Юрий, я хочу вам задать вопрос. Я понимаю, Водотурского, это человек, по-моему, неземной. Я не хочу его оскорблять. Понимаете? Ну, с вашим приходом я рассчитываю на вашу честность, порядочность. Уберите эту, это просят жители района, уберите эту сволочь с района. Вы понимаете? Я называю вещи своими именами. Понимаете? Это ворюга. Я вам дам документы, которые, это до сегодняшнего дня есть. Голова Осарадку партии регионов. На сегодняшний день номер 28, Осарадок, юридический адрес, это его домашний адрес. И числится полностью в регистрационной службе юстиции. Понимаете? Это ворюга. Очень серьезного такого. Организованная злочинность. Это люди, которые перекрасим. Мне обидно, вы понимаете? Люди идут только к нам. Больше никуда не идут. Только идут к нам. Да, я депутат районной рады. Я глава фракции. Я глава постельной комиссии земельной. У нас началась земельная лихорадка. Вы хорошо здесь говорите все о городе. О городе Николаеве. Как его экономически. Но все смотрите. За район никто ничего не сказал. Что в районе только земельная лихорадка. Если была золотая, она сегодня земельная. Делят все, что видят. Вот есть хороший представитель депутат сельской рады. Сабинская сельская рада. Понимаете? Она тоже пару слов, я думаю, сейчас скажет. Давайте только, пожалуйста, очень коротко у нас осталось буквально 7 минут до конца эфира. Еще хочу я вам сказать именно по главе администрации. Как может человек, который в державе нанес сбытки на сегодня Сухоиланецкой сельской раде 2 миллиона. Понимаете? 2 миллиона. И на сегодня проходит по статье, криминальной статье 364 час 1 злоупотребление властью возбудила Вознесенская прокуратура. Как он может это работать до сегодняшнего дня? Вы про офшоры слышите? И пользуюсь на сегодня, пользуюсь возможностью, я хотел бы вам передать документы, чтобы вы ознакомились, что это за человек с 2002 года идет только по криминалу и именно до сегодняшнего дня, именно хищением державного майдана.